Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 63 учащихся городского округа получили именные стипендии губернатора Подмосковья и главы района. Какой труд стоит за этим талантом, за этим учеником. В муниципалитете состоялся Всемирный день борьбы с диабетом. Я вас приглашаю получить сертификат на 50 тысяч рублей. Юные последователи Уолта Диснея из поселка Развилка оживляют сказочных героев и делают это довольно профессионально. Когда мы начали делать мультики, по-моему, с первого класса, я только начала так увлекаться прям сильно. 63 учащихся Ленинского городского округа получили именные стипендии губернатора Московской области и главы Ленинского района. Церемония награждения состоялась в школе искусств. Кто они? Самые умные, спортивные и талантливые ребята муниципалитета? Выяснял наш корреспондент Екатерина Борисова. На торжественную церемонию вручения именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского района съехались сами стипендианты, их преподаватели и родители. В фойе Видновской школы искусств расположилась выставка, из которой можно было узнать о самых значимых достижениях ребят. Здесь спортсмены соседствовали с художниками, певцы и танцоры с победителями интеллектуальных олимпиад. Учусь в пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Поступила туда благодаря заслугам в творчестве. Занималась раньше в детском центре гармония танцами, вокалом. И вот благодаря этим заслугам я сейчас здесь получаю время. В этом году стипендиатами стали 63 учащихся Ленинского городского округа. 13 получили стипендию от губернатора, 50 от главы района. Первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков поблагодарил за успехи и труд не только самих школьников, но и их родителей, педагогов и наставников. Как это дается? Да, это талант он и с рождения на генном уровне. Но какой труд стоит за этим талантом, за этим учеником со стороны семьи, со стороны педагога, тренера, наставника, друга. В целом работает вся система. Балерина Аня Аржакаева лауреат международных, всероссийских и районных хореографических конкурсов. Сейчас она учится в хореографическом колледже, но начиналось все с занятий в Центре детского творчества «Гармония». Я сказала маме, что я хочу заниматься балетом, и мама меня определила. Мы нашли Ольгу Анатольевну, и я так начала заниматься балетом. Спортсмен Кирилл Солопов из развилки уже второй раз получает премию главы муниципалитета. За его успехами следит мама Евгения, ведь детские достижения невозможны без помощи и наставления взрослых. На данный момент у него второй Q. Это уже достаточно большой путь пройден. Не за горами уже первый дан через пояс. Поэтому успехов много. Я горжусь своим ребенком. В этом году в районном конкурсе на соискание стипендий приняли участие более ста детей и подростков. В результате отбора именную стипендию главы муниципалитета получили 50 ребят из 22 образовательных учреждений, 15 школ, двух центров детского творчества, трех школ искусств, спортивного центра «Дельфин» и спортивной школы «Алим». От художественно-технического лицея в этом году пять стипендиатов. Ежегодно наши детки становятся стипендиатами премии главы и губернатора в том числе. Это следующий уже этап. Дети занимаются в творческих коллективах с удовольствием. У нас в лице их много. Было, есть и будет. Будем развиваться и дальше. Имена и стипендия главы района вручается с 2007 года. За это время ее получили 900 ребят, показавших отличные результаты в науке, искусстве и спорте. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Витнетова. Всемирный день борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября, направлен на то, чтобы рассказать людям, как уберечь себя от этого недуга и как поддерживать свой организм в случае наличие заболевания. Один из таких ликбезов состоялся сегодня в Доме культуры города Видное. Сахарный диабет не приговор. С этим заболеванием можно жить полноценно, соблюдая, конечно, некоторые правила. По назначению врача вовремя принимать лекарства, правильно питаться и заниматься спортом. Об этом сегодня говорила заведующая Бутовской амбулатории Елена Зинатулина, которая в рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню диабета, подготовила для гостей обучающий урок. Отметила и важность прохождения диспансеризации. Диспансеризация направлена не только на выявление сахарного диабета, но она направлена на выявление онкологических заболеваний, направлена на выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонии, сервероскулярных заболеваний, туберкулеза легких, онкологических заболеваний. Очень важные мероприятия и нужны, поэтому проходить диспансеризацию необходимо. В холле Дома культуры работала небольшая выставка, на которой были представлены новейшие глюкометры. Специалисты рассказывали о приборах и помогали с выбором подходящего. А у соседнего стола можно было полакомиться вкусными джемами без содержания сахара. Здесь нет сахара, вся продукция на сахарозаменителях, полностью натуральный состав, без красителей, без консерватов. Это очень вкусные джемы, как настоящие, только которые можно есть человеку с диабетом. В Ленинском городском округе интересы людей с этим заболеванием защищают члены общественной организации инвалидов-диабетиков, которую долгие годы возглавляет Елена Воробьева. На сегодняшнем мероприятии глава городского поселения Видное вручил ей сертификат на 50 тысяч рублей. Такой подарок обществу весьма кстати. От имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля и Левантина я вас приглашаю получить сертификат на 50 тысяч рублей. Для какой-то вот исполнения каких-то проблем, которые у вас есть, для решения задач вашего общества. Спасибо за работу. Вот наши главные помощники и ваши. Спасибо. Это, конечно, очень серьезное заболевание. Сегодня мы, Сейсакович, упомяну изобретателя инсулина, канадского ученого-физиолога Фредерика Бантинга, который в 1921 году изобрел инсулин. Таким образом, благодаря этому великому человеку, человечество получило возможность лечить этот недуг. Вишенкой на торте стал флешмоб, который собрал десятки любителей скандинавской ходьбы. Среди вовлеченных в мероприятие было немало участников программы «Активное долголетие». Под руководством инструктора они выполняли зарядку со специальными палками для этого вида спорта. Еще раз доказывая, диабет не приговор, а возраст не повод расслабляться. Вдох, выдох. Еще раз доказываю. Вдох, выдох. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Приближается конец года, а значит самое время проверить наличие задолженности по имущественным налогам. Сделать это можно как в личном кабинете налогоплательщика, так и посетив налоговую инспекцию. Подробнее в нашем сюжете. С приближением 2 декабря, а именно до этой даты необходимо оплатить имущественные налоги, у сотрудников налоговой инспекции начинается горячая пора. Обычно сюда приходят налогоплательщики, не получившие уведомления за отчетный период прошлого года. Также сейчас увеличилось количество льгот, а соответственное число желающих подать заявление на их предоставление. Но все же с появлением личного кабинета налогоплательщика ситуация стала проще. Единственный плюс налогоплательщиков, когда они посещают налоговую инспекцию, это они пишут обращение, и эти обращения теперь рассматриваются в течение 5 дней. Не как по закону 59 ФЗ 30 дней, а в течение 5 дней. Через личный кабинет, если пишется обращение, то это в течение 20 дней рассматриваются они службой. Многие налогоплательщики уже оценили преимущество использования личного кабинета. Удобствуется, что в любое время можно зайти, оплатить и через какое-то время распечатать платеж с исполнением. Он приходит на мобильную почту в виде смс-сообщения, что прошла оплата. В операционном зале на помощь всегда придет консультант, если у посетителей возникнут какие-либо вопросы. Также в налоговой инспекции есть все необходимое для оформления документов на месте. У нас три гостевых компьютера, у нас есть принтер, выход в интернет также есть, потому что налогоплательщики некоторые сохраняют на свой e-mail, а потом приходят и здесь распечатывают. Также здесь можно оплатить налоги, соответственно, воспользоваться услугами полностью. Мадина Мамаева хоть и пользуется личным кабинетом, но в этот раз обратилась в инспекцию лично, чтобы уточнить некоторые моменты относительно имущественных налогов. Вы знаете, относительно все быстро. Вот я пришла с ребенком, и мы минут 10, может быть, даже не сидели. И вот сейчас все выясняем. Я как бы и за себя, и за мужа хочу узнать. По доверенности, все как надо. По многодетной льготу получить обратился. Консультант подошел, все объяснил. Как вот я сейчас сижу, оформляю данные, заполняю, забиваю. Мы живем в Москве, а имеем землю здесь, в Ленинском районе. И нам было удобнее здесь зайти и заплатить налог. Жителям округа не стоит забывать, что пополнение бюджета муниципалитета происходит за счет сбора налогов. Собранные средства идут в том числе на строительство социальных объектов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Вот уже несколько лет в школе поселка Развилка работает анимационная студия. Юные последователи Уолта Диснея и Вячеслава Котеночкина оживляют сказочных героев и делают это довольно профессионально. В этом убедился Максим Козлов. Сегодня у нас презентация нашего нового мультфильма под названием... Велик-сан-пап! В анимационной студии мультфильма сегодня небольшой праздник. Ребята впервые увидят свое творение в завершенном виде. Жили у бабули две козы-бедули. Беня папа, Бонни мама, уши как ходули. 95% мультипликационных фильмов в настоящее время делается с помощью компьютерных программ. Но в этой студии все по старинке, так как создавали анимационные произведения Уолт Дисней или уже позднее Вячеслав Котеночкин. Эта технология называется стоп-ошн. То есть они делают из картона марионетки, скрепляют ручки-ножки и двигают их. И фотографируют камерой. То есть у нас есть мультстанок. Они кладут на стекло эту свою марионетку, которую сделали, которую придумали герои. Собственно, это самое сложное, придумать интересного героя. Потом начинают двигать и фотографировать, двигать и фотографировать. После премьеры мультфильма небольшая пресс-конференция с ее участниками, где каждый поделился впечатлениями о работе над проектом. Мне понравилось озвучивать бабушку от дочи, но было сложно озвучивать, потому что я очень сложно выделяю, ну, либо точку выделяю. По сути, студия возникла случайно, но как коммерческий проект. Один из родителей попросил сделать небольшой анимационный ролик из рисунков его детей на память и даже готов был денег заплатить. Потом появился еще один заказчик, но постепенно денежная составляющая сошла на нет, а вот запал и вдохновение остались. Когда мы начали делать мультики, по-моему, с первого класса, я только начала так увлекаться прям сильно. Мне нравится двигать вот неживых героев нарисованных, просто их двигать и оживлять. У ребят есть мечта принять участие в каком-нибудь крупном фестивале анимационных фильмов. Но пока они обкатывают свои картины на районных творческих конкурсах, где неизменно занимают высшие места. При создании мультфильма используется масса всевозможных материалов, что создает определенные проблемы юным мультипликаторам. Трудность была в том, что есть липкая мастика и она не должна оставить следов. Иначе либо мультфильм не получится, либо будет загрязненный экран и ничего не получится. Надо будет переснимать заново все. Это интересно и очень захватывающе, когда ты осознаешься, что ты сам сделал мультик. Студия существует уже 4 года, активных участников в ней 8-10 человек. Но вклад в создание фильма делает, как правило, куда больше людей. Работа над одним мультфильмом длится больше полугода. И воспитываем, и обучаем, и развиваемся, и познаем. И не только познают ребята, и я вместе с ними узнаю очень много нового. И они меня обучают. Не только я их, а они меня. А это, знаете, как радостно, когда детки тебя обучают чему-то новому, креативному. Несмотря на то, что закончена работа над довольно внушительным мультипликационным полотном, многие уже вплотную задумываются над концепцией следующего творения. Там будут ноги, которые могут двигаться, там будет то, что они могут ходить зимой в валенках, то, что они могут по пляжу босиком бегать. И то, что мальчик твердит это маме, а она говорит то, что он перестанет болтать ногами, сколько можно повторять. У всех впереди много планов, задумок, поисков. И самое прекрасное, что неважно, станет ли кто-то из этих ребят настоящим мультипликатором. Главное, что уже сейчас они растут творческими, увлекающимися людьми. Спасибо, дорогой телевидец, за репортаж! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова